здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава даже не так давайте заканчивается книга заканчивается книговая игра недельная глава бихухатай говорит о самых приятных вещах она рассказывает о психологии человека обратите внимание ведь уже казалось бы как доходчиво и объясните этому человеку идет удар за ударом а чек видит них только стечение обстоятельств вот тут не повезло там я зря пошел туда и сделал это прихоть фортуны земля вот как со шмитой дает тройной урожай а чек говорит а как вот после этого бог говорит же я не сел это же что я кушать буду и вот написано что человек вот так идет по жизни знаете я написано в кабале что все эти притчи которые вот мы часто рассказываем они являются большей кабалой чем сама чистая кабала поэтому я тоже расскажу на эту тему очень интересную историю очень глубокую и сидел картой сахару дорис бельза такой выдающийся праведник хасиды он рассказывал историю двух крестьянах они были друзья соседи вместе возделывали землю выращивали коз сбывали молоко потом ездили раз в неделю на ярмарку и продавали получать деньги однажды они встали утром взяли большое количество своего товара поехали в город все продали большая прибыль взяли мешочки с деньгами и вернулись в своей деревне солнце там по дороге палило они остановились отдохнуть под деревом таким развесистым только давай часик поспим там да давай только как бы с деньгами все-таки деньги людей нет посмотрели кругом только коровы пасутся давай говорит раз нашим там ничего опасности нет ложиться второй говорит а если корова подойдет сюда и проглотит мешок с деньгами маловероятно знаешь что давай привяжем к дереву вот пусть висят мешочки на дереве все привязали легли спать мальчик пастушок там спрятавшийся в кустах все это увидел вот посмотрел что не уснули встал тихонько развязал мешочки забрал деньги понял богатый теперь но он испугался там проснуться шум что сделал вынул деньги положил себе в карман потом набрал навоз корове набрал их набил мешочки положил на место и спрятался в кустах смотрит дальше спящие проснулись смотрят мешочки на месте открыли их и тут запах такой навоз стали озираться по сторонам никого нету только коровы смотрят ну да это конечно коровы сделали но как они это сделали с каких-то пор коровы лазят по деревьям и как они развязали мешочки а как они съев деньги наполнили навозом странные коровы решили друзья и примирились со своей пропажей хасиды слушают этот рассказ о наивности и глупости крестьян все кроме одного это сына раби вот был такой арон избирец он стоит белого цвета там все смеются чего ты так серьезный он ведь я серьезный я не понимаю как вы можете смеяться ведь мой отец произносит такие острые слова норовоурчение как вы улыбаетесь ведь все это происходит с нами с каждым из нас у нас в руках есть большие сокровища наши планы наши проекты наши мысли на завтрашний день мы строим замыслы предпринимаем какие-то действия а колесо судьбы поворачивается мало того что мы еще не зарабатываем еще и теряем мы открываем наши мешочки там навоз мы удивляемся не можем понять даже такой замечательный план был мы же так хотели вот это то вот это то что и вообще непонятно коров то мы видим смотрим вокруг да вот но коровы то по деревьям не летают не лазят да и коровы это только притча говорят мудрецы конкуренты навредили партнеры виноваты условия рынка банки поставщики это все не существует мире это все коровы враги и друзья всегда есть есть на кого свалить вину если кому объяснить почему мы не так делаем там но самое главное здесь другое там здесь коровы надо дальше смотреть где то же есть и пастух не может такого быть мы не понимаем что пастух смотрит и действует он творит и будет творить и все что с нами происходит от неба коровы это только средства наши пожитки все вообще жизнь все все в его руках все планы он пользуется коровами как средствами чтобы нас научить чему-то и поэтому пока до их пор пока мы будем твердить что всем управляет природа случайности коровы мы будем как этот мальчик браховая слаха подумать надо